всем привет меня зовут михаил соколов и тема моего доклада сегодня это java 8 а именно ламбда выражение и stream ipi который очень плотно используется на просвете ламбда выражение давайте начнем практически месяц назад вышла новая версия java которая содержит достаточно много изменений и все они очень интересные но обо всех рассказать на время не хватит это можно целую конференцию создавать отдельно помимо лямбда выражение и мопии также вышла обновленная версия движка джава скрипта были обновлены профили джава да то есть джава теперь делится на несколько профилей это позволяет ее запускать на различных вопросах то есть это изменение связанное также появилась новая api для работы с датой и временем java fx очень много изменений по security очень много и не по конкуренции но сегодня мы сосредоточимся только наверно на самых интересных с точки зрения разработчика это лямбда выражения и прямой 5 что же такое лямбда выражение ну в принципе все очень просто вот на экране пример как раз этих лямбда выражения то есть это какие-то выражения которые представляют собой анонимную функцию принципе во многих языках такой функционал уже есть достаточно давно и было желание сделать его в джаве на самом деле уже есть возможность работать с поведением это через анонимные классы но это достаточно неутобно и тяжело и поэтому общем api использующий такой тип взаимодействия не совсем удобен его как правило не 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 делают но на самом деле вот возможность передавать поведение да ой саре я видимо паузу не отбил а давайте тогда первое быстренько очень много раз изменений но основная наша тема это лямбда выражения и примат не что такое лямбда выражение да то есть вот пример довольно таки все просто это следующего выражения которые выражают собой анонимные кита функции и служат для работы с поведением в других языках это уже есть хотелось бы чтобы это было в джаве потому что это дает довольно таки интересные возможности для проектирования библиотеки и которые уже получает на вход какое-то поведение да и абстрагирует нас от того как это поведение там выполняется может быть несколько потоков на параллельно что в принципе вот прямой пиа и делаем непосредственно по самим выражением да то здесь приведены разные примеры синтаксиса вашей вернемся еще то есть выражение может как просто содержать несколько параметров в скобках дальше идет стрелочка и непосредственно уже кода использующие эти параметры с функцией в данном случае сравнивает две строки по их длине дальше такой же вариант только уже с явным указанием тип да то есть все выражение спроектированы таким образом что можно опускать указание тип они будут восстановлены и из контекста об этом немного дальше следующий слайд также может быть и выражение не содержащие никаких параметров выражение может содержать несколько строк да тогда мы просто берем и скобочку этот блок кода определяем дальше непосредственно что то есть это пример выражения чтобы точно определить что такого рождения дамбек что такое ламбда экспресс в первую очередь конечно выражение она описывает анимую функцию как я уже сказал да и результат выражения это объект реализующий функциональный интерфейс это вот не может уже идем в сторону того как это было сделано что джава язык до свой вольтки старый да то есть ему уже практически на цвет и любые изменения очень трудны поэтому вот проект лямбда достаточно долго реализовывался потому что нужно было его резать таким образом чтобы сохранить джава и не обновать обратную позитивность и то же время это было эффективным и удобно в использовании инструмента естественно вот еще раз пример того же выражение дамбе выражает то есть как раз вот с 1 из 2 и дальше integer compare да это само выражение она описывает кросс функцию и дальше она выполняется и результатом выполнения будет объект типа компаратор который реализует функциональный интерфейс функциональный интерфейс это новое понятие которого как раз было введено в java 8 можно так сказать новое старое сейчас объясню почему да то есть что такое функциональный интерфейс функциональный интерфейс это интерфейс у которого всего один абстрактный метод здесь небольшие оговорки да то есть также джай появились еще и дефолтные методы да то есть теперь интерфейс мог у нас непосредственно создавать конкретный код да они не считаются за абстрактный и также абстрактные методы которые будут перегружены методами от обжиг наследуем они тоже не считают абстрактный у нас один абстрактный метод всем на самом деле почему так новая старая да то есть всем известные символы методы то есть чем тут же рано был компаратор это уже существующие в джава-классе и джава-интерфейсы и они джава 8 становится функциональным интерфейсом то есть лямбе выражения были реализованы таким образом что весь аппарат существующих уже интерфейсов с одним абстрактным методом автоматически стали функциональными плюс были добавлены еще дополнительные функциональные интерфейсы они содержатся как раз джава утил фанкшн для того чтобы использовать их и и не состоял который был расширен как раз слайд о type inference это о том что когда мы пишем непосредственно лямбе выражение мы можем опустить параметры допустим определение типа потому что тип этих параметров будет вычислен исходя из того какой вот функциональный интерфейс мы передаем стринг значит из контекста как раз будет выведено что параметры вот эти с 1 и 2 дальше еще одна из возможностей да то есть мы можем писать лямбду наше выражение новое да а можем если у нас есть метод который в принципе делать то что нам нужно мы можем использовать его до и для этого как раз созданный метод референс и контракт который мы можем передавать наши какие-то api которые используют определенные функциональные интерфейсы если вот этот метод реализуют как раз функциональный интерфейс то мы можем спокойно передать так же поскольку принципе конструкция знакомая да то есть это так же как предложенные классы то что будет происходить с внешними переменами да вот допустим у нас определяется отдельный переменный игрек присваивается и дальше мы какой-то лямбду определили который использует этот игре здесь как бы правило такое что мы так можем делать покуда у нас y внутри ламбды не изменяется раньше для сингл отстрактметров с анонимными классами нам не могло писать слово файл сейчас java 8 писать слово файл не нужно как для лямб так и для анонимных класса единственное конечно как бы переменной все хорошо да компилятор слугается но мы нас не мы можем создать массив из одного элемента и тут уже ничего не поделаешь его можно будет и смутировать поменять какое-то внутреннее состояние так дальше это уже как бы немножко то есть эта помощь к лямб да то есть не касается конкретно лямб то есть лямбами более-менее все просто но дальше хотелось бы как-то использовать да сами по себе на не интересно интересно то как мы можем их использовать именно и пиа использующие и стала необходимость расширять уже существующие интерфейс это java проблема сколько мы должны поддерживать обратную совместимость и чтобы не сломать уже существующий код было принято решение убавить дефолтный метод интерфейс то есть это конкретно какие-то методы которые реализуют какой-то функционал опираясь уже на и пиа интерфейс вот например на слайде представлен кусочек кода из интерфейс лист из java 8 то есть до java 8 там никакого метода сорт не было в листе с java 8 появился сорт метод который принимает на вход компарата он резон крест дефолт методом и что мы видим внутри он на самом деле за нас как бы то есть мы могли бы сами это сделать да но он за нас вызывает метод из collections класса метод сорт который сортирует с помощью компарата дальше идут стримы но пока мы переключимся на небольшой примерчик о том что нам как мы можем писать код с яблами и насколько он становится компактным короче и понять есть небольшая простенькая программка да то есть у нас есть набор там массив содержащей строки именно название языков программирования и есть два метода которые просто делают они принимают на вход список со строками сортируют сортируют по длине используя как бы наш компаратор который сравнивает строки по их длине и дальше мы просто вводим это в консоль то есть но вот как мы написали в эту программу до java 8 программу порядка 10 строк да то есть нам нужно сделать наш компаратор да здесь анонимный класс резюме этот компатор дальше мы выбираем коллекшн сорт что подсортировать используя этот компаратор и выводим на экран да используя футбол насколько все проще теперь java 8 то есть у нас на вход мы получаем лист в листа теперь появился метод сорт дефолтный и мы даем на вход лямбду которая реализует которая дает нам на выход объект функционального типа компаратор занимается сравнением наших прочих дальше у нас уже лист отсортирован появился опять еще один метод в листе это for each который принимает опять же на вход функциональный интерфейс который мы можем либо лямбда определить либо взять вот метод референс используя вот пример тут использования метод метод референс в данном случае используется объект out и у него выполняется метод println которому параметром передается конкретная строчка в листе можно запустить посмотреть на результат программы делать одно и то же сейчас только output увеличим чтобы результат одинаков но соответственно насколько код стал проще короче компактнее для восприятия и одна из целей как раз по изменениям джава это давать инструменты разработчикам которые позволяют им быть более продуктивным в данном случае писать компактный код понятный используя более понятные абстракции в целом даже становится более понятно да здесь будет какой-то объявляем там объект да его передаем хотя на самом деле все что мы хотим хоть и хотим единственное что мы хотим да это передать поведение да как нам сравнивать два стринга то есть лямбда выражение как раз и мы говорим что вот у нас строчка 1 строчка 2 сравниваем вот таким образом то есть это достаточно такой краткий обзор у меня получается то есть я не буду вдаваться во все детали реализации может в конце там вопросы если будут вопросы то я постараюсь ответить поскольку у нас время мы ограничены рассказывать можно долго и как бы у меня цель больше именно зародить интерес посмотреть самим попрограммировать потому что ну как бы слушать можно сколько угодно нужно брать самому пробу иначе так это и будет долго лежать то есть изменения очень интересные сейчас кратенькая информация чтобы было проще ознакомиться а дальше читайте изучайте смотрите пишите нужно программировать на языках а не слушать то есть изменение просто не только то есть в основном очень много изменилось интерфейсов да чтобы использовать эти ламды как раз здесь вот именно интерес в том что какие будут API после того как ламды чуть-чуть устаканится проведет какое-то время мы увидим очень интересные IP очень интересные библиотечки вот вот как пример интересного полезного IP это стримы то есть в java 8 добавилась называемая стрим API то есть по сути как мы можем представлять нашу программу то есть наша программа она каким образом работает у нас есть какой-то мы манипулируем информацией да то есть получили какие-то данные преобразуем их в другие данные преобразуем дальше по цепочке идем 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 пока не получаем результат и хотелось бы иметь какой-то инструмент который нам позволяет достаточно декоративном виде описывать действия над данными данные это у вас как правило какие-то последовательности данные набор данных набор объектов и в частности вот стримы это как раз такой инструмент вот на слайде представлен пример файл это уже готовый стрим файлов и что мы можем с ним сделать то есть конкретно вот этот кусочек кода он берет то есть мы задали какие-то то есть он берет файл берет его строки какие все есть файлы отбрасывает те которые не содержат ну или наоборот забирает те которые содержат конкретно интересные нам те и дальше вводит в виде листа то есть это кусок на самом деле из примера которого дальше покажу то есть опять же что такое стрим это какая-то последовательность стримы поддерживает ленивые вычисления то есть мы вот у нас там целая цепочка различных преобразований идет и большинство практически все из них они делаются тут же они делаются только тогда когда это будет сделать наиболее эффективно так же стримы сделаны таким образом что они работают над каким-то источником и они не меняются точно и стримы одноразовые то есть как только мы если вернуться на предыдущий слайд получили результат от стрима то все стрим больше у нас не то есть если мы хотим что-то другое сделать нам надо сделать новый стрим немножко слов несколько слов о том был описан стрим то есть описаны то есть цепочка методов то есть стримпайплайн то есть какие бывают то есть есть методы для создания из источников стримов о том какие примеры то есть название каких-то примерных методов на следующем слайде там по подробнее скажу но в целом как бы java.doc ip достаточно подробно все описано то есть я не буду здесь конкретно на каждом из них как работает за 5 мая чтобы сэкономить наше время то есть есть опять же creating стрим с операцией и дальше непосредственно операция со стримами можно выделить две группы операций со стримами это операции которые преобразуют один стрим в другой стрим как бы промежуточные операции вот они как раз и являются лейзи операций то есть результат их вычислений он не происходит тут же то есть это накапливается да то есть наверное можно как бы провести шаблон таким мы накапливаем какие-то изменения до момента когда их можем сделать а именно так называемые terminal operators то есть это операторы как раз вот когда происходят все вычисления то есть мы берем все собранные промежуточные вычисления анализируем их оптимизируем сценарий смотрим что нам нужно в итоге получить оптимизируем наш сценарий работы и выполняем наиболее эффективным способом то есть здесь вот stream API она получает от нас что мы хотим такую спецификацию и абстрагирует от нас то как это будет сделано ну и несколько слов да то есть IP в принципе достаточно там много различных операторов да то есть каким образом можно понять какой из них там промежуточный какой терминал да это промежуточные они всегда берут на вход стрим и возвращают на выходе стрим да а терминал они уже на вход получается стрим и на выходе что-то другое да то есть это либо какая-то коллекция либо результат да там допустим какой-то инфиджер там еще что-то несколько слов о том как можно создать вообще стримы стримы можно создать из коллекции то есть интерфейсы коллекции были расширены для того чтобы можно было легко из них получить стримы также можно использовать генераторы то есть помощью генераторов допустим можно генерировать бесконечный стрим да то есть мы можем определить какую-то функцию которая будет нам создавать очередной элемент стрима и таким образом можно делать бесконечный стрим и как сказал уже методы существующих API то есть расширены были существующие API там по работе с файлами и допустим коллекция опять же и они позволяют создавать уже стримы и работать со стримами то есть пример вот как раз о стримах да кстати показывающий как с ними работать он идет работа с файлами да используется метод класса файл который возвращает нам стрим файл мы дальше уже с этим стримом работаем преобразуем и делаем необходимое для нас вычисление преобразования опять же промежуточные операции да это вот пример это стандартный map flat map фильтр то есть я думаю часть ее известно из аудитории что это за операция ну вкратце map это мы элементу стрима сопоставляем какой-то другой элемент flat map это когда мы элементу стрима сопоставляем какой-то набор других элементов и после того как для каждого элемента мы вот такие наборы посоставляли мы их как бы конкатинируем да и получаем снова один стрим и фильтр это метод который позволяет нам принимая на вход какой-то там предикат функцию фильтрующую бросить элементы которые предикат также это не все промежуточные методы просто это как бы основные остальные это заводок принцип подробности все ну и какие терминальные операторы это стандартные reduce то есть разные варианты например у инфиджи стримов есть оператор сам который позволяет просуммировать все элементы потока или например max он создает максимальный то есть reduce это когда мы берем вот нашу последовательность и произойдя какие-то операции из последовательности получаем единственный элемент на выход то есть какой-то результат второе это вот коллекторс это достаточно как отдельная тема то есть там можно много сказать вкратце это мы из стрима элементы переводим в какую-то коллекцию в list в map во все что угодно да то есть и дальше есть еще for each он для каждого элемента стрима делает какое-то действие это опять же не полный список список достаточно обширный и во всех деталях можно посмотреть API Java также появился в серии с стримами да то есть добавился специальный тип то есть тем кто работал уже с функциональными языками там какой тип знаком optional называем этот тип это специальный тип он необходим для того чтобы корректно работать с результатом да то есть в принципе всем известна проблема когда у нас возвращается ну то есть optional позволяет вот закрыть от нас вот этот ну да и он говорит о том что здесь может быть значение а может и ничего то есть частности вот операция reduce стрима да вариант операции без значения начального она потенциально может вернуть пустой стрим на котором reduce ну как бы ничего отсутствие результата и об этом говорит optional то есть optional нам позволяет более эффективно работать с такой ситуации то есть мы дальше можем лучше нам проверить да если у нас результат можем также сказать что если нет результата то верни вот такое то дефолтное значение также образом мы можем преобразовывать то есть ну грубо говоря кстати optional это мана да то есть она позволяет также имеет операцию мы то есть можно с ней работать единственно что вот джави optional его назначение именно для работы со стримами то есть в целом это не предполагается что optional будет использоваться всех для того чтобы работать у него достаточно ограниченная возможность ну и одна из наиболее интересных фич стримов это возможность получить довольно таки легко параллельно то есть за нас стрим API берет на себя всю работу по организации параллельной обработки стрима там контекция у нас имеется в виду data параллельно то есть когда мы хотим работать набором данных многопоточно вот стрим API достаточно легко просто вывелом одного метода позволяет нам обрабатывать коллекцию параллельно то есть реализовано это с помощью for join и единственное что сделано то есть параллельно не сделан по умолчанию да то есть у нас стрим это не сразу параллелен а нужно явно указать что требуется параллельная обработка сделать это достаточно легко можно либо стрим можно создать параллельным сразу соответствующий метод допустим коллекции либо уже у готового стрима вызвать метод параллельно это будет директивой тому что нужно данный стрим когда будет уже непосредственно вычисление проводиться в терминальной операции нужно его выполнить параллельно и дальше стрим API сам определить сколько нужно потоков разобьет коллекцию необходимым способом произведет вычисления и дальше вычисления уже компонуют единственно конечно основное условие что у нас лямбда не должна иметь шерст стей то есть она не должна мутировать какую-то переменную иначе мы получим рейс кондишены и также у нас операция которая выполняется должна быть ассоциативно то есть допустим сложение оно ассоциативно то есть не важно в каком порядке мы выполним сложение а вот вычитание уже порядок важен и это просто повлияет на результат ну и все равно да то есть несмотря на то что получается пролезан из коробки нужно понимать природу вычислений насколько данные вычисления парой могут быть распараллелены и получим ли мы вообще выигрыш или нет потому что потенциально параллельно просто сделав параллельным стрим да не глядя мы можем получить медленнее чем последовательно то есть это не снимает разработчик знание о том как правильно организовать параллельные вычисления с точки зрения данных насколько они могут быть расправлены то есть конечно вот всю организацию по разбиению на кусочки да там о выполнении этих кусочков с помощью порог джон пула то есть стрим ip объявит на себя но нужно понимать вот так ну и теперь перейдем к примеру который показывает как можно работать со стримами то есть пример суть примера в том что мы берем какую-то вот папочку в самом случае это папочка содержащего source код акков эктор реализация эктора в данном обжиме и мы ищем в source коде во всех java файлах java утил стрим этот метод как раз реализует поиск и то есть у меня сигнатура такая что мы ищем где мы ищем и чтобы не получить там слишком много результатов мы ограничим тысячи строчек которые содержат это ну то есть как это можно сделать то есть есть седьмой java появился такой хороший класс файл он содержит достаточно много утилитарных методов для работы с файлами и в java 8 был адаптирован чтобы некоторые из этих методов возвращали уже стримы файл ну не совсем файлы да а на класс пас который лежит абстракт сюда там файл это директория то есть это что-то аналогичное тому что было раньше файл в данном случае это у меня отдельный метод то есть что он делает в сути он возвращает новый стрим стрим у нас сконструируется как раз файл есть метод find который организует обход уже начиная с этого пути обход дерева файловой системы на заданную глубину и ищет он файлы по использовать такой предикат в данном случае я тут чтобы было как-то попонятнее структурировать именно определил переменную функционального интерфейса это v предикат то есть который на вход принимает два параметра на выход возвращает буллин ну и в данном случае вот лямбда определил что же это у меня за предикат что мне нужны все файлы в общем java java source код и мы возвращаем единственное конечно нас exception никто не отменял и в данном случае find он выкидывает его exception то есть вообще можно было бы конечно здесь сделать сразу стрим и сделать как бы chain из различных стримовых методов преобразующих и давать ему метод но из-за того что есть exception да то есть у нас потенциально лямбды могут тоже выкидывать exception надо как-то это оплавливать и приходится вот таким образом бороться то есть в данном случае если у нас при работе с каким-то при поиске да возникает exception мы просто возвращаем empty стрим то есть мы получаем стрим source файлов дальше мы работаем с этим стримом то есть как раз используется дальше метод который получает на вход что мы хотим найти где и не более скольки в данном случае вот это здесь вот как раз то что было на первом слайде о стримах мы берем стрим файл с вызываем у него метод flatmap то есть в данном случае что мы хотим сделать то есть мы хотим у java файла получить все его строчки то есть по сути здесь мы стрим файлов преобразуем стрим стрингов используя следующую лямбду лямбда у нас реализовано методом lines of file то есть также используется внутри этого метода метод lines который возвращает стрим строчек файла ну и в случае есть какая-то ошибка то мы возвращаем пустой стрим здесь мы взяли стрим файлов и преобразовали его в стрим строчек то есть у нас множество всех строчек из всех java файлов дальше мы что делаем мы откидываем лишние строчки то есть строчки которые не содержат необходимый нам текст и дальше мы говорим что нам хотелось бы ограничить число строчек вот числом которое мы передали да там в данном случае у нас там тысяча стоит и в конце концов мы преобразовываем все это в список то есть как раз вот первые три операции flat map filter и limit это промежуточный intermediate operation и они в сути выполняются то есть не выполняются то есть мы набираем что мы хотим сделать с этим набор файлов и непосредственно вся работа происходит уже когда мы говорим что сделай нам теперь коллекцию из этого стрима то есть метод collect опять же существует уже то есть мы можем сами он принимает на вход коллектор какой-то который организует уже преобразование стрима в необходимую коллекцию в данном случае есть класс collectors который содержит множество методов для уже существующих коллекций чтоб нам удобно было то есть мы можем взять в данном случае мы лист преобразуем ну что дальше да то есть мы уже получили на выход лист стрингов ну и пользуемся уже упомянутым методом for each который просто распечатывает данные строчки ну вот здесь кусочек у меня закомментирован то есть поначалу было вставил сюда же еще второе действие допустим программа довольно таки примитивная даты хотелось бы видеть файлы которые содержат вот эту строчку да я попробовал сделать другой стрим но на вход я использовал тот же SRC файл который я использовал в предыдущем ну естественно я получаю получу вот здесь экшен поскольку мой стрим использован как уже говорилось стрим он одноразовый то есть после вызова терминальных операторов стрим больше нельзя использовать естественно я просто сделал новый стрим и в нем уже я ищу файлы которые содержат данный строй примерно похожим способом да то есть у меня есть стрим я объявляю набор операций которые необходимо на стримовом выполнить и в конце говорю что это нужно вернуть в виде коллекции так ну и это вот пример был строчки о том как же у нас замокается можно выполнить посмотреть что будет ну первые как раз вот три строчки это это работы с первого первых там преобразование действий да то есть это какие строчки у нас java util стрим используют есть коллекторы стримы а дальше в каких файлах это все есть уже в принципе в самой последней версии аки уже несмотря на то что месяц назад только вышла java 8 уже разработчики вовсю использует новое ip и один из докладов будет сегодня он посвящен спрингу и одно изменение спрингу непосредственно использование уже дамбопрожения то есть мы уже совсем скоро начнем получать выгоду от нового функционала нужно только перейти на жалов то есть как уже итог в принципе кратенько я рассказал то есть это не всеоблемущий доклад достаточно много деталей да то есть это отдельно было время побольше можно было обсудить может сейчас вопросами постараюсь ответить я все же хотел как бы заразить изменениями показать какие они дать какие-то хинты да и дальше чтобы человек пошел и начал сам использовать программировать пытаться пробовать что-то так естественно как бы какой итог то есть несмотря на то что в java теперь появилась возможность работать с поведением да то есть практически как бы функциональные возможности функциональных языков все равно это джава как бы осталось джавой и она не стала функциональным языком и никогда не будет на это есть целый ряд причин и наверное это и хорошо то есть кому если кто-то ожидал может большего да или интересно дальше вот именно функциональные идеи возможности то в jvm есть два прекрасных языка это скала козу то есть можно смотреть там использовать их там то есть возможно для многих кто еще не знал да не сталкивался с функциональным стилем то есть как раз лямбды станут таким как бы первым опытом и они дальше захотят узнать больше и обратятся как скала козу то есть в принципе java и вот эти языки достаточно друг друга дополняют да они как не соперничают с собой это одна наверное экосистема живем языков которая дает нам богатые возможности по программировать решать наши задачи эффективным для нас способом в целом вот как мое впечатление вот как реализовано ламбда экспрессион довольно таки элегантно и очень самом деле впечатляет то решение что достаточно простое внешне и тот код который уже существует он автоматически стал доступным для лямбд то есть в том же свинге функции которые раньше принимали там для обработки ивентов анонимные классы теперь туда можно кидать лямбд из проблем плюс еще дальше java уже приобрела то есть расширенные интерфейсы коллекции они теперь принимают лямбд появился стрима также насколько понимаю разработчики да opengtk планируют дальше развивать все это новые фреймворки теперь стало проще передавать поведение да мы получим новые какие-то абстракты интересные новые интересные фреймворки которые нам позволят стать более производительными более эффективными где-то за счет повышения абстракций нам писать более понятный код и этот код будет более эффективен чем раньше и в нем меньше ошибок в общем на мой взгляд java 8 это хорошо изменения очень хорошие интересные полезные нужно брать изучать писать код пробовать и дальше внедрять в продакшн ну в целом это все то есть а ну еще как бы какие да то есть у меня один из посылов основных это то что интересы разводить да и дальше что посмотреть что почитать пару ссылочек довольно таки интересный блок у компании joq там по тегу java 8 интересные статьи именно о том а вот что мы можем теперь делать с лямбами да то есть как работать со стримами какие вот интересные вещи можем какие изменения там в коллекциях да ну так же там обсуждаются какие-то может недочеты что хотелось бы увидеть но не было да то есть довольно таки интересное освещение то есть не просто как бы туториал какой-то что такое да а уже какой-то анализ о том что мы получим что мы сможем да и какие-то да какие-то недостатки ну и второй сайт достаточно известный ресурс ресурс хостинг видео и масса видео достаточно достаточно написать в поиске по java 8 очень много на разных конференциях ну тут самом на английском языке да также можно в рунете поискать и очень хорошие доклады от российских специалистов из филиала Oracle достаточно подробные рассказывают о том как это сделано почему так зачем да то есть материала масса да то есть быстренько вникнуть буквально там не вижу две да и овладеть но новыми техниками это не проблема да так же есть уже появились не смотря на то что только вышло да месяц еще не прошло появилась уже литература книги в принципе название вот пара из этих книг которые рассказывают об изменениях одна из них непосредственно о лямбах только вторая уже о всех практически всех изменениях java 8 там java.fx и дейтайм и там побольше можно брать литературу в интернете не проблема найти купить материала масса то есть нужно брать изучать пользу писать программируем всем спасибо благодарю за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы так и каким образом если что мне подскажет как вопрос я могу посмотреть смотрите можете на верхнюю панель от которой выскакивает увидите там кнопку чат там есть куча вопросов вот все же в чате да вот но наши участники не совсем неправильно сделали да ну единственное мне тут тяжеловато их да но я сейчас попытаюсь вам их вытащить оттуда из чата еще есть вопросы в вкладке вопрос и ответы смотрите выпадающий список есть на верхней панели и строка вопрос и ответы пошли так а тут давайте все же наверно сконцентрируюсь так выпадающий а вот ведь так тихо там уже вопросы назначены у вас а сами угу ну первый вопрос да про анонимного экземпляра в какой-то мере да то есть это было выбрано вот именно в таком виде решения то есть по сути вот анонимный экземпляр это же как раз то есть что такое лямбда это функция да то есть какое-то поведение которое мы можем передать так то есть и в джаве мы тоже давно давно могли сделать через вот как раз анонимный экземпляр и естественно разработчики пошли именно по тому пути что почему бы это не использовать но сделать теперь это более удобным способом то есть я бы насколько понимаю что да то есть это именно возможность удобно записать анонимную функцию раньше мы это писали через анонимный экземпляр да а теперь вот таким образом то есть на самом деле да то есть что такое лямбда это у нас выражение как результат которая реализует анонимную функцию результатом вычисления которого является объект а фунгизующий функциональный интерфейс единственное что вот разработки то есть на презентациях например от Oracle да они подчеркивают что объект неизвестный уровень то есть каким образом он там реализован это уже не дано знать страдает ли скорость выполнения программы которые используют данные выражения но насколько знаю да то есть опять же по докладам от Oracle performance team да то есть это Сергей Куксенко Шпилев они по скорости такие же как и допустим где-то даже и быстрее как если бы мы делали то же самое с помощью анонимного для но опять же здесь ну вот это насколько я слышал я правильно да на самом деле то есть мы можем добавлять дефолтные интерфейсы дефолтные методы в наши интерфейсы и их использовать то есть мы дефолт интерфейс соответственно может использовать только то api которая интерфейс декларирует да но из нашего кода да мы можем использовать то есть это доступно всем то есть если например тут кто знает скала да то есть там есть такая похожая вещь да называется трейд то есть можно таким образом делать какие-то интерфейсы которые реализует какое-то стандартное там поведение да то сортировка да при условии что вот есть такие то там методы да и их примешивать уже к каким-то там другим к интерфейсам единственное что это все же не то ради чего они были сделаны то есть основная мысль за дефолтными методами это то чтобы не нарушая обратно совместимость а расширять существующий интерфейс потому что тот же самый коллекшен и очень 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 много лет и просто другого способа не было ну как бы была такая мысль про вывести и тексты путь за один проход но это все же пример которая так достаточно быстро хотел сделать и почему бы нет можно попробовать люксов на java 8 ну как бы люксов не секрет мы же не продуктовая компания мы разрабатываем для заказчиков тут все зависит от них то есть если у них вдруг в проблении будет рантайм который позволит нам java 8 код выполнять то мы будем рассматривать вариант да тут я вот как архитектор проекта мы допустим у нас сейчас уделить создается и нам было бы уже в принципе мы думали попробовать это единственное ограничение что действительно у заказчика еще в принципе есть время поиграться поизучать но кто более свободен да там в использовании рантайма уже можно прямо сейчас пробовать ну тут уже по стор вопросам я думаю можно я не задавался здесь таким вопросом такой задачи просто мне нужно было сделать быстренько пример ну вот честно по вопросу о сериализации я сейчас не отвечу вот в докладе о том который уже почти год назад там говорилось о том что в принципе можно это сделать да то есть они по умолчанию не имплемент этот интерфейс ревайзов да можно сделать что-то типа type menu но вот я не знаю о том вошла ли вошел эта возможность непосредственно уже в окончательную версию джава 8 то есть это мне самое интересное хотя бы перепроверить к сожалению не успел а хорошо вижу что так буду читать вопросы добрый день какие алгоритмы и паттерны используются для распределения операций из коробки то есть здесь если имеется ввиду непосредственно в стримопи то здесь я не скажу надо здесь непосредственно сам вот стримопи потому что это скрыто за абстракцией стримопи то есть все что как бы так бегло известно это for join дальше необходимо смотреть как они это уже делают поскольку ну я думаю там различные способы поскольку используется различная информация то есть я не упомянул что стримы они сохраняют объекты свойства своего источника то есть если источник был упорядочен да то они будут стрим сохранять упорядоченность и некоторые из операций которые мы навешиваем допустим есть операция distinct она говорит о том что нам нужно вернуть только различные элементы да то есть повторение можно есть операция например find any она говорит о том что нам не важно какой элемент удовлетворяющий нашему фильтр найти и когда как раз производит производится терминальная операция то все эти накопленные промежуточные операции анализируются и согласно им уже наиболее оптимальным способом происходит вычисление как должен быть выглядеть метод чтобы у него можно было передать конструктору есть функциональные интерфейсы supplier по сути конструктор это та же функция то есть которая по может по одному то есть по набору каких-то там переменных выдать уже экземпляр класса либо не получив никакие параметры выдать экземпляр класс да то есть насколько я понимаю можно вот именно объявить и сказать что на вход нам должны поступать supplier он как раз никакие параметры вам не нужно тогда можно конструктор без параметров передать либо по моему фанкшен он как раз принимает один параметр или фанкшен он там два разумно ли по молчанию использовать стрим несколько списков ну я думаю все же это зависит от конкретных задач да то есть нет такой формы что используйте всегда но нужно понимать что так же что почему наверное надо посмотреть поиграться все же стрим это некая абстракция над списком то есть стрим себе никаких элементов он не содержит это не контейнер то есть это абстракция над каким-то набором в данном случае если мы создаем стрим по списку это абстракция над списком этим и непосредственно когда мы накапливаем вот эти вот все операции на стриме они потом производятся над элементами списка то есть я думаю в зависимости от вашей задачи да если стрим вам дает те функции которые вам нужны да для монкуляции данными над списком то почему нет причем отличия лямбд от функциональных объектов Scala ну есть как раз есть отличие то есть основное отличие что лямбды это как раз выражения которые возвращают объекты функционального интерфейса. То есть мы не можем так легко, допустим, как скала, присваивать, передавать. Допустим, если мы уже... То есть одна и та же, допустим, лямбда, она может быть... может как результатом иметь разный функциональный интерфейс. То есть функциональный интерфейс между собой ничего общего не имеет. Поэтому как бы та же самая, например, тот же самый компаратор, лямбда, допустим, который... лямбда, которая реализует компаратор. Это, по сути, функция двух перемен. Но если мы вот здесь, например, напишем там бифанкшн, стринг, стринг, там, фанкшн, и присвоим ту же самую лямбду, и потом попытаемся присвоить переменную вот эту бифанкшн компаратору, то у нас ничего не получится. Потому что типы разные. То есть, в принципе, это довольно-таки... от того, что Scala. Scala все же... он поддерживает функциональную парадигму. То есть он наряду с объектно-ориентированной функциональной еще будет. Java, она дала небольшие возможности, но она не стала и не станет функциональной. С какими проблемами удалось столкнуться при эксплуатации Java 8? Ну, пока еще об эксплуатации говорить рано, да? То есть всего один месяц прошел, ждем, когда появится такая возможность. Пока не могу сказать эту вопрос. Как реализовано поток безопасности в Stream API? Опять же, это надо лезть вовнутрь. То есть Stream API, всю параллельность преобразования наших вычислений в параллельные, он абстрагирует от нас. Единственное, что требования, да, то есть эта операция должна быть ассоциативна, да, и не должна она мутировать какой-то там источник. Внешний какой-то переменный, потому что мы просто получим рейс-кондишн, если запустим его параллельно, да, поскольку неизвестно, в каком порядке выполняются операции. Скалы, Haskell, насколько будут востребованы в будущем? Ну, это как бы вопрос не по теме, но я думаю, интерес будет расти, и в целом это связано с тем, что интерес к функциональным языкам повышается, а почему повышается интерес, это в связи с тем, что у нас процессоры теперь быстрее не будут, но будет много ядер. Нужно как-то легко и эффективно работать с многопоточным кодом. В частности, парадигма функционального программирования позволяет делать это проще. Поэтому и появился интерес к функциональным языкам, и дальше, я думаю, он будет расти. Java никуда не денется, она все так же будет нужна, нам везде нужны параллельные операции, вычисления, многопоточенности, но, я думаю, изучение того же Скалы, Haskell просто делает вас более лучшим специалистом, вы освоите какие-то новые, получите новые идеи, да, то есть оно, безусловно, обукватит ваш запас, как разработчиком. Я правильно понимаю, что теперь я могу добавить в любой свой интерфейс дефолт метод, каждый мой пласт будет реализовывать этот интерфейс, получает возможность вызывать, по-моему, уже был похожий вопрос, да. Можно ли компилировать лямбда функции в версии ниже 8, если да, то правильно понимаю, что они разворачиваются. Ну, я думаю, нет. Лямбда функции, как компилятор, как бы, не знает этого, ни рантайм, не знает. То есть там под капотом используется invokeDynamic, то есть достаточно хитро там все это зло. Так, на одном из примеров кода я увидел, что try принимает аргументы, это что-то новое, ну, да, то есть я не знаю, как. Так, это уже достаточно не новое, это Java 7. То есть я думаю, речь идет именно о этой конструкции. Она называется Trivive Resources, то есть раньше какой у нас был шаблон, да, когда мы работали с интерфейсом, его нужно освободить, закрыть, да, то есть мы в Trivive получаем ресурсы, дальше обязательно должны finally его закрыть. Соответственно, частенько бывает, что забывают, не закрывают. И в Java 7 добавился такой вот функционал, который позволяет в скобочках косы try записать именно получение ресурса, и этот ресурс по выходу из скопа, окружен, ну, try, он будет закрыт автоматически, то есть там участвует интерфейс-автоплога, сколько я помню. То есть вы у себя то же самое можете делать. Так, какой выигрыш параллелизма на сортировке коллекции в один миллион элементов можно для сортировки его применять? Ну, опять же, если говорить о каких-то конкретных выигрышах, да, то есть это все от задачи зависит, но на сортировке, в принципе, да, есть известные алгоритмы, которые позволяют сортировать есть проблемы параллельно. По-моему, как раз бенчмарки, которые вот я видел в докладах от специалистов по ороку, да, по перформансу, они как раз, по-моему, на примере, производительность лямб, на примере, он сортировки показывает. Поддерживают ли такие фреймворки, как Kubernetes и Spring 8, Java 6, что насчет CGLIC и Java 7? Ну, тут, честно, я не скажу про другие фреймворки, про Spring точно скажу, что вот сегодня будет доклад по Spring 4, и насколько знаю, там одно из ключевых изменений, это как раз поддержка Java 8. То есть здесь сразу, что нужно следить за последними релизами популярных фреймворков и ждать, когда они там будут поддерживать. Я думаю, у прошествия как раз на самом деле какие-то бенефиты вот Java 8, да, то есть сейчас есть время поизучать, посмотреть, присмотреться, да, оценить, где это могло быть полезно, где это может быть полезно, какие где-то ограничения, и где-то через полгода-год, да, уже можно будет начинать это реально использовать в продакшн, как раз появится более широкая поддержка со стороны фреймворков, какие-то новые интересные библиотеки появятся и появится возможность действительно переходить в продакшн. Какие, вы знаете, распространенные внешние библиотеки для использования в Spring Java? Ну, вот, честно, не скажу, не помогу. Я как бы пока сам изучил, мне очень понравилось о библиотеках, надо смотреть, да, то есть, ну, вот пример, допустим, свежий релизарка, да, то есть пока всего два файла, которые используют стримы. Ну, стримы никто не мешает, да, это отличная абстракция, которую можно использовать в своих программах, то есть даже без того, что есть какие-то внешние библиотеки. На первый взгляд, стримы кажутся трудно читаемыми, особенно, когда его размер вырастает, не получится, или как с регулярными выражениями, подпишешь, понимаешь, возвращаешься через месяц, пророчешь время, чтобы понять, что написано. Ну, отчасти соглашусь, да, как бы иногда, особенно, да, то есть можно написать все в одну строчку, действительно пишешь, ты понимаешь, что как есть, и дальше занимает какое-то время, да, ну, здесь уже, наверное, в зависимости от ситуации нужно думать, как скомпоновать, да, нам никто не мешает как-то выделять их в отдельную, да, то есть в данном случае, вот, например, с файлами я их как-то выделял, разделял. То есть, в принципе, никаких проблем нет, особенно с тем, что стрим это у нас по природе большинство, вот, особенно, промежуточных операций, да, которые преобразуют стрим в стрим, они лэзи, то есть мы можем хоть 10 штук написать, на самом деле ничего выполняться не будет до терминальной операции, да, то есть мы можем там и объявлять какие-то переменные, да, промежуточные. Есть ли разница между генерируемым байт-кодом, между лямбдами и анонимными классами, или лямбды в данном случае просто нет? Ну, то есть популярный вопрос, нет, это не синтактический сахар, то есть отдельно, как это реализовано, это сделано специально сейчас черным ящиком, то есть, насколько знаю, используется там Invoke Dynamic, и дальше уже, как они реализованы, это ничем не определено, то есть это сделано так, чтобы в дальнейшем анализировать, как сейчас будут использоваться лямбды, и возможно, вот, создание, генерацию, оптимизировать, сделать более лучшим способом, да, то есть, и в целом, нужно как раз, для меня, по крайней мере, было ключевым, да, понять, что лямбда, это выражение, которое реализует анонимную пункту, и результатом этого выражения будет объект, и вот, как подчеркивают, опять же, специалисты, объекты неизвестных природ, то есть, он может хоть что там делать, он может действительно генерировать анонимные классы, может там какой-то бойкот делать, то есть, это неизвестно, но это не просто, как бы, синтетический закон. Какой количественно-качественный баланс Java 8, объем, функциональность, честно, не совсем я понял вопрос, если о том, как бы, какие изменения, да, в целом, наверное, изменения в Java 8, если касаемо, да, лямбда-стримы, так, как бы, посмотрев уже, оценив, ну, еще не так много, да, и они какие-то там сложные, да, то все направлено было на то, чтобы дать лямбды, и сделать API, который использует эти лямбды, да, тут, чтобы разработчики могли сразу это применять. Отсюда и дефолтные методы, отсюда также еще добавились, там, статик методы, интерфейсы появились, стрим API, да, как способ приложения лямб, в принципе, не так много, да, но достаточно тяжело было относить Java 8, насколько я знаю. Ну, а насколько он, вот, соотношение качественно, да, это уже к разработчикам, как они будут эффективно использовать данный оплату. Будет ли или была есть запись доклада по АК? По АК, как бы, насколько я понимаю, здесь не только Luxoft присутствует, по АК я делал, у нас есть внутри Luxoft архитектурной комьюнити, я пробовал докладать по АК, да, то есть рассказать, что это такое, какие-то возможности, и простенький пример продемонстрировать. Она, наверное, внутри у нас есть, но, возможно, на следующей конференции, почему бы и нет. Потому что АК развивается, много чего интересного появляется, я могу дополнить, улучшить, довольно-таки, интересные инструменты. Так, не получится ли так, что Java код превратится в лямбда хейн, иными словами, есть, ну, когда используют лямбда выражения, а когда нет, понятно, что придется опытом, но я пока не практиковался. Ну, наверное, как бы вопрос содержит сам ответ, да, с опытом, и пока трудно сказать, да, то есть, в целом, что такое лямбда, да, это поведение, то есть, это возможность передавать, не, как бы, на что Java, это объекты, то есть, данные, плюс поведение, и мы всегда так работали, а здесь это уже, мы можем передавать поведение, то есть, немножко, сдвиг как раз вот в сторону функциональных языков, здесь не сильно надо просто привыкнуть, набить руку, и, опять же, как будут API, какие у нас. Ну, вот, видимо, как раз, потому что меня не было про лямбда хелл, да, то есть, я думаю, просто, как, лямбда это уже поведение, да, программисты у нас привыкли, и мы привыкли в Java, да, работать больше с объектами, а не с функциями, поведением. Здесь, возможно, потребуется какое-то время на то, чтобы адаптироваться вот к новой модели, да, то есть, по работе с функциями, и также зависит от того, какой будет API предоставляться. То есть, я не думаю, что это будет просто нужно как-то вот внутренне себя перестроить. Может быть, вам потом понравится, и вы скажете, что я не хочу писать на Java, и перейдете на функциональные языки. Там, Closure, Scala, может, вообще на Хаск. Мне Scala очень нравится, довольно-таки интересно, и в целом функциональное программирование, да, то есть, интересная концепция. Возможно, иногда не такая очевидная и простая, да, но, как бы, при том, что сейчас, видимо, у нас актуальность конкурент приложений, модель функциональных языков, она больше подходит для конкурент приложений. Я не скажу, что я там фанат, но, честно, допустим, было бы время, да, то есть, пока я на Скале смотрю, но также масса интересных вещей, Хаск или Роланг, Кложу. Паскало, на самом деле, есть, я не помню по датам, есть такой отличный ресурс, Корсера. Сейчас мы можем, если кто не знает. И в апреле, по-моему, может быть, 25-го, может, уже начался, но я думаю, успеете что нагнать. Там начинается курс Functional Programming из Скала от непосредственно самих создателей Скалы и довольно-таки хороший курс, интересный. вот, наверное, с него и рекомендую, потому что там и интересные задания по программным заданиям, то есть написание каких-то программ с использованием Скалы как раз вводят основные концепции функциональных языков, причем достаточно легко и понятно все. Книги, ну, это есть книги, то есть, я думаю, не проблема, Google Navrite появится. Опять же, на том же курсе, по-моему, там есть упоминание необходимых книг, ресурсов. В целом, начать рекомендую с курса на Corsair. Он сейчас начинает, если есть интерес, можете успеть зарегистрироваться. из Java из Java скала код вызвать, честно, я сходу не скажу, знаю, что из Java можно вызвать, поскольку все это на JVM, все это конфилируется в байт-код, никаких проблем по идее не нужно. Да, вот ссылочку сейчас выложили именно на этот курс. У него есть еще продолжение, это уже более продвинутая такая версия, тоже достаточно интересная концепция, идея, тоже рекомендую, но уже, когда более-менее освоитесь с обычным. Офисы проводили бы вы у себя в офисе исследования по процентному соглашению, сколько разработчикам нравится в плане лямб. Честно скажу, нет. Ну, как бы и такой цели не стояло. По себе могу сказать, мне очень нравится. И я считаю, что это очень хороший шаг для Java и в целом для GVM сообщества, потому что благодаря этим изменениям, допустим, вот та же скала, то есть она работает на GVM. Соответственно, GVM как бы ничего и было сделано, ничего не знаю о том, что делает в скале. И многие вещи, функционалы, либо синтактик шугар, либо довольно-таки сложные манипуляции для того, чтобы получить компилированную, то есть исполняемый байт-код правильный, корректный байт-код. И благодаря текущим изменениям в Java 8 та же скала станет лучше и проще в плане компилятора. То есть скала сообщества, по крайней мере, вот создатели скала приветствуют эти изменения. В общем, даже на мой взгляд уже правильнее говорить не просто Java, не ограничится только Java, а GVM. То есть у нас мы давно вышли за пределы Java. Так, а если меня еще не отрубают, я хотел высказать всем большое спасибо за то, что слушали, за хорошие вопросы и надеюсь вам понравилось. Самое главное, наверное, мерилом, то, что вы пойдете либо сегодня, не знаю, может, время распланировано, может, завтра пойдете и попробуете Java. Кто-то вот может запишется на скала или сходит на метап скала-мозгл. Я бы, конечно, с удовольствием тоже сходил. В целом, всем спасибо. сходил. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.